господа всем привет мы сегодня снова с плохим звуком потому что снова без микрофона и на самом деле как бы наша рыбалка не обернулась фиаско потому что он там какие-то тучи идут грымыхает что-то короче он там по прогнозу написано было что до восьми часов вечера никакого дождя тут не будет прогноз погоды как обычно очень взял с собой фарио 310 фарио 057 и блэкедр то полтора это моя речка в деревне вот я принято в видео и нагал упоминал сейчас будем пробовать ловить короче так что она немножко камеру только им нет так видно вам будет вот так то думаю да будем надеяться чем снимется а чем есть с собой плащик принципе здесь есть много мест где можно спрятаться от грозы но не хотелось бы в грозу находиться всяких куча карбона а я как бы это сам по себе не жиростойки скажем так ладно в общем будем пробуйте на мормышку и на все подряд надеюсь успеем надеюсь у нас не замочит я кстати тут уже пару раз кинул блесну сначала я хотел поставить на отладный поводок на фарио 310 но поменял свое решение и поставил блесну что принципе от отладного дистолка особо нету блесна может быть какую щучку но перенесет так пока отложим попробую сначала блесной здесь просто есть щука а он есть . у нас не хорошо идет ладно давайте попробуем сначала катушками стоит люкс 2000 она гуляет чахкать весна у меня двоечка стоит плодок от уже поставил нет просто прошлый раз когда здесь был у меня был такой фиаско вот сейчас какой-то фиаско у меня тоже фиаско заключалось в том что я не подумал про щуку и лаю просто на микро джиг не обкидывает до этого у меня ушла хороший щук она просто есть а вот вам блесна эти охонь конечно такой сирки но но мы его поймали стал сирен одеть чтоб нас не смыло здесь ребят в очень опасной близости от грызовой тучки на помощи прямо на нас прет либо так только кажется не велик конечно окунь но главное что поводок его ах не смущает я надеюсь на щучку на вертушку и рекламу на вертушку ребят честно я не любитель кто-то меня спрашивал как вот эта палка под вертушкой зашибись ребят так блин надо кинуть он туда под мост на этом это было кидать уже микро джиг блин . конечно там ходит это меня так она напрягает на может быть обойдет и обошел бы так ах ты вечно проблема под мост хрен угадаешь как закинуть а тут надо как-то вот вот блин туда бы скиппингом но блесну скиппингом не закинешь достаточно проблематично но ты будешь осмотрит мои идиотки попытки а слышите там под мостом гуляет только нет надо о ошибись так ты будешь ни хрена ладно откладываем весну так следующий у нас на очереди будет микруха и вот с микрухой надо попасть а хрен там ладно попробуем отсюда не получилось до берешь конечно паре 057 разница очень большая это прям вот ультрик ультрик а 310 это такой все-таки уже серьезный light долбаная . вроде пока на нас должна обойти вот кто меня спрашивал чувствуется разница между 310 и 057 пипец какая разница ребят вообще прям 310 это вот но отводный поводок там но джек легкие ты не за микро джек вообще там типу даже не думайте так Шараем что ли Катерок прошелся, болтанка началась Ох, ветерочек поднялся Я с одной стороны на репотрат ветерочку Но я не очень рад тому, что за ним может последовать Он как-то нависает Но пока вроде Ничего серьезного Только так попугивает Да, на 0,57 у меня сегодня стоит эксцелер Мучаюсь с ручкой Как обычно Так Чтоб тебя никак не кинуть Раньше кидал вот отсюда Сейчас вообще очень сложно туда попасть Так, надо О, идеально Так, ага Ааааа сошел немножко приманку сбил так чтоб тебя вот хрен попадешь хрен попадешь в эту дыру вот скиппингом я туда попал еще без проблем но укуня ловить на такие приманки не выйдет блин туча прям вот пришла прям вот ко мне тут смотри уже прогнул в погоду я вот смотрел животно не было же ничего такого черта есть попал а есть 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 уху-ху кто справляется хорошо похода вообще щучка и хорошо хорош полоса чего от ребята вот он все-таки клюет окунь где-то на микро уху все-таки где-то он есть но там хорош полоса чего какой нормально этот результат того что мы с вами попали куда надо как бы на чувство мы будем с вами спрятаться от грозы где-то потому что она с черной блины стой да чтоб тебя а может обойдет так что-то не хочет на это значит мы попробуем давать с вами на мормышку пока нас еще не подмыло до парки дать на берешь короче каждом разум увеличу все легче и почему я взял в руки все ведутся по-разному что там поймали кто заводит 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 опа окунек на мормышку залезел сразу ты можешь на стучка обойдет вроде как-то на так чуть чуть левее идет не совсем на нас так но здесь у меня комплект по кадр до полтора и катушка его и тысяч не как обычно мой моя стандартная катушка морму ультра лайтовых какая-то бель гуляет на сейчас он туда попробуем но мне изначально нужно еще здесь пара забросов совершить с микрухой да . он как-то туда входит нас вроде бы на чтоб тебя у меня план такой ребята если начнется дождь я сразу ноги в руки в деревья короче плотные куда не пробьет ни одна молния и все прочее поставлю спиннинги метров 100 от себя вот сам блин укутаюсь в плащ и буду сидеть ждать конца ну что-то я смог забросить для поклевка хорошо куни подать штуки стоят надо о это был неплохо сложно попасть от в эту дырку все когда надо отвлекаться на следить за тем чтобы грозанов нет не загрозило а блин тыкнусь но тыкнусь что-то такое никакой я бы сказал так ну допустим да вроде нас обходит нет все левее гремит и правее по и здесь есть 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 вот тут подсижу малявкин малявкинс так гримит где-то слева а лично кинул есть 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 ах блин сход хороший был о неплохо попал как под этим мостом постоянно стоит рыба блины и хрен достанешь еще бы гремит кругом взрыва шикарно короче пока что все пределы безопасного но я слежу за обстановкой ребят так что ж там все обложила а нам туда замечательно просто прекрасно и там все обложила а и 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 я все же надеюсь что и как-нибудь пронесет сейчас на вот вот там вот было на вот того насчет было вон там сейчас вон там уж на час вот туда уйдет хорошо так мим нас и мы остаемся с вами не тронута вопрос замечательно ребята на катере вообще угорают им вообще пофиг потому что здесь вон грозы какие-то ходят нормально у меня бы так было пофиг я не думаю что катер какая-то такая быстрее вся эта гроза на катер ехать думаю проблемы нет пипец там все черные ребята и там черные тут черные блин у нас конечно вообще страшновато выглядит как пицца она давайте значит сделать давайте проверим он тут мыс и наверное все дальше никуда не пойдем потому что это очень безопасно пока ходишь в густой кроне они этих не одиночно стоящих деревьев скажем так тут везде больно было живо все мысль такая зайти нафиг деревья откидать в одном последнем месте и валить нафиг отсюда потому что это уже становится небезопасно ребята ну пока тут безопасно но она как бы может выйти по контролю айти нам сторону грозы почему хорошего мало а день будет переждать лучший вариант я считаю посмотрим может будет видно он так тонуть пусты зайти и все будет запаковать недолго да экстремальненько выходит весьма а в такой густой чищебе лучший вариант прятаться от таких вещей это никак не уделяешься на прям оттуда шикарно чем с вами попали вот чувство было чувство было такое что прогноз погоды это фуфлище которому никогда нельзя верить но я подумал что яндекс может быть не такие козлы но вот еще говорит какие-то супер спутники которые погода хорошо ловлювать но должны скажем так будем честны дождя то нет ты стерека обыскать они не собрали но это к теории на что львануть может любой момент и рвануть так что и пойдем мы с вами по этой жиже будем падать будем там то еще 5 10 интернета здесь нету чтобы посмотреть по яндекс погоде где-то . а тут вот прятаться вообще зашибись плачек надел встал он кое-нибудь там сел под дерево и сидишь где так мы с вами поступим еще раз под одиночным деревом стоять вообще плохая идея она как бы сказать как мишень но вот в лесу более менее поле вообще нет а то вы там идти через поле понимаете в чем проблема там идти через поле но это может просто все пошуметь и уйти пока как бы не знаем чуждать она шумит пугает по факту пока еще не опасно и это пока нет пока не опасно вот если было тут уже отчета это движу какая-то была бы уже опасно но пока еще нет когда запакуемся будет вообще не опасно кроме того что опасность простудиться после того как промокнешь чертям собачьи весь у вас все дочь хорошо и открывается ребят прямо прямо вон какой да же скачь конечно так а тут у нас еще сюда может было не ходить туши здесь болото общем половина с вами ребята моста давайте считать что рыбалка закончилась на этом я сейчас буду собираться по-быстрому короче прятаться ныкаться а потом по сырому топать домой гроза достаточно сильная не хочется лишний раз как бы сказать рисковать где уже в принципе с рыбалкой все понятно ну ладно принципе тут можем позволить сделать пару забросов на одной на другое он туда последний закручить на скажем так прошла за щечку было возможно сейчас могут опять будет ухта вообще все черное один заброс сделано блесну это тоже трава нет даже этого смысла делать нет пойдем разбираться короче ребят гроза уже прошла я подправлялся деревьях жесть конечно насквозь я весь промок блин вот знаете чем проблема у меня вот есть фильтре light suit который по сути вот для такой параши короче но когда на улице плюс 30 в нем просто сваришься и проверено в общем да поэтому я вот но черные тучки ушли и гремит теперь там я оттуда сейчас пришел вот речка там да я сейчас иду туда короче вот это вот такое включение после если кто-то беспокоится о том как я вообще да была жопа ребята жопа полная деревья тут поломала вон эти эти как его град град хреначил короче сожалению же растаял я просто не решался включать камеру пока основная гроза не прошла но я как бы бодрячком взбодрился после плюс 30 ты слава богу у меня на даче сменой одежды если я прям себе подумал что надо взять основная гроза уже ушла короче я еще немножко подожду потому что там вон просветы хочу немножко дождаться чтобы это как уж точно наверняка там даже вроде солнышко что-то короче виднеется вообще ребят такой это какой хардкорный хардкорный этот рыболовный день поймала все несколько куней но я бы поймал больше ребят но вот вот такие пироги я не думаю что еще буду ловить скорее всего я на сегодня уже на рыбачился разведка проведена принципе понятно что в мосту муку не есть других местах дофига травы на мормышку бель может быть и клевала бы но вот гроза и к сожалению испугнула так ребят концовка видео вам чтобы поняли насколько масштабы были жесткие огромное дерево свалило помочь он яблони сломила вам отсюда не видно но как факт мы с вами удачно в общем закруглили съемки и свалили это дерево росло всю мою жизнь пусть этому дереву тридцатник теперь этого дерева нет целиком от корня почему-то черемуха достаточно крепкое дерево он ли по бренда стоит или тополя там тоже стоят по всей деревне очень ходит проверяют у кого провода трава у кого-то на дом упала а мы с вами были на рыбалке этот момент все это хрень обрушилась на нас так что ребят кстати хотите прикол сегодня в день когда я снимаю это видео исполняется один год с момента запуска нашего магазина поэтому такой юбилейный выпуск арткорный получился подписывайтесь на канал всем пока ссылки в комментариях